Наступило лето и многие из вас приезжают в Аланию и, конечно же, привозят мне всякие вкусняшки. Спасибо вам огромное! Вы приходите в офис, иногда мы с вами встречаемся и вы мне передаете всякие вкусняшки. Еще раз спасибо! И сегодня к нам в офис пришли Дина и Александр Потавины и принесли мне колбасный сыр и колбасный сыр плавленый с грибами копченый. Конечно же, эти сыры вы не найдете вот прям в таком виде в Турции, только в метро можно купить какой-то немецкий копченый сыр. И что мы решили сделать? Мы решили всем офисам, а точнее, я здесь единственная иностранка и все турки, я решила дать попробовать туркам этот сыр, всем тем, кто работает в нашем офисе. Давайте теперь посмотрим, какая будет их реакция на этот сыр, потому что сыр они будут пробовать первый раз в жизни. Вот наш сыр, обычный плавленый сыр и сыр с грибами. Давайте теперь посмотрим. У нас здесь Айхан и Ахмет. Сейчас посмотрим, понравится им сыр или нет. И теперь, что мы с вами делаем. Сыр. Сыр. Насыл. Супер. Супер. У нас есть швейный муниевый пудрыg. Требят. Супер. Супер. Айхан, вы попробовали этот сыр? Ого. Другой какое? А как? Таким- Осность очень красота. Да. Здесь и смешность в пудрыг. Супер губленный. Я тоже почитаю. Взрыв. Супер губленный таблет. Да. Это угол. Какого-то? А где-то-то. Суперси. Суперси. Смешно. Несколько не было. Несколько не показывает. Несколько не показывает. Готово. Спасибо. Большое аромат. Большое спасибо. Мы не знаем, но мы не знаем. Поэтому мы не знаем, но очень вкусно. Это очень вкусно. Хорошо, вы понравились, да? Да, хорошо. Я не хочу. Я не хочу. Мантары очень вкусные. Мантары очень вкусные. Так, здесь у нас Беркер. Сейчас посмотрим, что он скажет. Беркер алпейнер. Это для меня стандарт. Беркер очень вкусные. Очень вкусные. Да, очень вкусные. А ты чувствуешь? Да, очень вкусные. У меня есть вкусные. А у меня есть мантары. Но это просто вкусные кокусы. А у нас с пищевыми сахарами. Требята все еще здесь, я добавляю. Замена для аренского алюминия, у меня есть алый вкус и я добавляю. Я радуюсь. Но я добавляю, что я не знаю. Но блюдо фюме грудь очень вкусная. А потом я блюдаю. Да, блюдо. Я добавляю. Я не знаю. Ты не знаешь, да? Да, конечно. У тебя есть такие как-то наполнение? У тебя есть такие как-то наполнения? Это есть, но я никогда не ехал. Я никогда не ехал. Харашу. Харашу? Харашу. Харашу? Харашу? Харашу. А вот шахмире. Сейчас просим, ели ли она такой сыр и понравится ли ей? Шахмире, пробуй. Это стандарт фирмы. Ух. Ух. Какое тадо? Это очень яркий тадо. Я не знаю. Я не знаю. Это очень яркий тадо. Это мантарный? Мантарный пейлер. Мантарный пейлер. Я не знаю. Я не знаю. Я таких эффективным. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. так друзья теперь я тоже попробую кстати они попробовали первые я вообще не попробовала но я очень-очень люблю колбасный сыр вот этот сыр так кто его укусил возьмутся новый кусок мало ли кто-то его укусил сейчас попробуем этот колбасный сыр это вкус детства свежий вкусный да и о том что вы情анами не будешь algo? smith запах лица это думаю очень вкусный,ny нет,дущик старое,карей старый да,тап и еще нет там еще пещера свое ждны в чы за?!" laughing Смотрите, видите, они даже русские. Пекмец. Более янык экмек. Так, теперь я попробую с грибами. Этот пахнет по-другому. Тадышок фарклы, да? Да. Это мне очень нравится, но это очень вкусно. А Молотаза? Почему это красный? Красный пахнет. Это красный пахнет. Потому что это красный пахнет. И красный пахнет. Очень вкусно. Я могу сказать, что я пахнет. Знаете, как я пахнет? Я просто такой пахнет. Я пахнет. Как я пахнет? Это красный пахнет. Я пахнет. Да, очень вкусно. Это не пахнет, но это пахнет. Это пахнет. 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 Но русские пахнет очень вкусно. Я делаю. Колбасный сыр. Вкус детства. Очень вкусный. Спасибо, Дина и Александр. Все в восторге от этого сыра. Правда, какие-то они не веселые были. Но очень много работы между делами. Забежали и попробовали сыр. В общем, вкуснятина. Самые счастливые дни в офисе, когда вы приходите, дорогие подписчики, и приносите всякие вкусняшки типа колбасного сыра. Это просто невероятно. Спасибо большое всем, кто приходил. Недавно на днях приходила Милана и Оксана. Приносили колбасу. Привезли мне колбасу из Дагестана. В общем, друзья, спасибо. Спасибо вам огромное. Для нас это большая радость. Ну и, конечно же, когда работники в офисе тоже могут попробовать вот эти вот необычные колбасы и сыры. Вчера все пробовали охотничьи вкусняшки. Охотничьи колбаски. Конечно, они вкусняшки. Охотничьи колбаски. Очень это было все вкусно. Ну, сыр просто потрясающий. В общем, никому не отдам, съем сама. Оставила я его на вечер. Просто вкус детства. И, как я сказала, в Турции такого сыра нет. Есть что-то похожее. Или в магазине метро можно купить немецкий копченый сыр, но он достаточно дорогой. В общем, вот так вот у нас проходят дни в офисе. Ну, а когда приходят подписчики и приносят вкусняшки, как я уже сказала, это самые классные и вкусные дни. Ну, конечно же, особенно для меня. Потому что для ребят это что-то новое. Они попробовали и забыли. Ну, а для нас это незабываемый вкус. Вкус детства. Колбасный сыр я очень-очень люблю. И когда спрашивают, почему я скучаю, конечно же, по колбасному сыру в первую очередь. Покажу вам еще, что видно из нашего волшебного окна. Вид открывается на парковку. В пятницу здесь проходит пятничный рынок на торговые ряды. Вот таким вот образом они выглядят сверху. Видите, они закрыты специальными тентами от солнца. И в пятницу вот там, где стоят машины, висит наш кабель от интернета. И в пятницу вот там, где стоят машины, проходит пятничный рынок. И вот вы видите, вот такой вот маленький домик внизу. Вот эти вот маленькие домики, их расставили сейчас по всей Алании. И там продают хлеб. Мэрия продает хлеб. Мэрия перестроила старые будки. В общем, старые будки снесли. И построили вот такие красивые будки в стиле традиционных турецких домов. Вот видите, туристы гуляют. Тепло. Кто говорил, что я хожу в кофте и говорю неправду, что тепло, на самом деле тепло. Но я все равно в кофте, друзья, потому что я всегда мерзну. И мы сидим в офисе в тенечке, у нас прохладно. А вот на улице, на солнце, вот я сейчас даже стою, очень даже жарко, жарко и напекает. Поэтому, если будете проходить мимо, заходите в гости. Будем всем рады, напоим чаем или турецким кофе. Ну а сейчас, друзья, я проведу вам небольшую экскурсию по нашему офису. Ремонт мы закончили. Только остались некоторые детали интерьера, которые еще не приехали. Если кто не знает, то наша компания называется ProMedia Brand Agency. ProMedia Agency. Мы занимаемся печатью, дизайном, стратегическим развитием компаниям, брендингом и маркетингом. Ну и вот так вот выглядит наш офис. Сейчас не все есть в офисе. Есть Шахмиры и Ахмед. Все детали интерьера мы выполнили в виде нашего логотипа. Вот видите, такое обозначение на туалет и ванну. И в наших фирменных цветах, фиолетовом и сером, мы не делаем стандартные дизайны. Мы делаем только креативные, уникальные работы. Ахмед у нас пишет сценарии. Вот такого плана мебель тоже в наших фирменных цветах. Мой шлем. Многие из вас его уже знают. Еще приедет ковролин. Ковролин еще не приехал, поэтому осталось положить ковролин. Наш фирменный логотип, который был разработан самыми, не по-секретничью, крутыми дизайнерами мировыми. Совместно мы и разрабатывали. Из Малайзии и Соединенных Штатов, а также из Франции. Ну и вот здесь мое место, где сижу я. Мой стол. Компьютер. Ну и наши некоторые работы здесь представлены. Эти цветочки вы уже знаете. Работа дизайнера одна из самых сложных. Потому что приходится работать с клиентами, с разными. И поэтому мы здесь повесили самые главные наши принципы. Сначала концепт, потом дизайн. Хороший дизайн, хороший бизнес. И не бойтесь. Желайте только лучшего. Стремитесь к лучшему. В общем, друзья, вот таким вот образом выглядит наш креативный офис. Работаем, стараемся делать что-то новое и интересное. Каждый день. А, еще покажу вам свои награды. Не хвастаюсь, просто покажу. Два года подряд мне вручали награду за лучший дизайн года. Лучший дизайн рекламы. Вот это мне вручали в пятнадцатом году. И вот это красивое перо в шестнадцатом году. Ну и здесь всякие награды отмирили и так далее. И статуэтка Аллатинок Якубата, основателя Аланийской крепости. Которые подарили мне в торгово-промышленной палате. В общем, вот так вот выглядит наш офис. Все сидят, работают. И находимся мы в самом центре Алании, что очень-очень классно. И я для вас могу снимать много интересных видео и чаще, чем раньше. Вот так вот проходит наш будний, так выглядит наш офис. Надеюсь, что вам понравилось, как ребята пробовали плавленый сыр, колбасный сыр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте. И, конечно же, приезжайте в Аланию, заходите к нам в гости. Всем всего хорошего. Пока-пока.